Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки и добро пожаловать на новенький ролик по игре Кэтс. Сегодня мы будем выполнять челлендж, который называется Танк от разработчиков. В общем-то один парень мне написал в комментариях сделать один из двух танков, который изображен на самой первой заставке игры. То есть когда мы только заходим в игру, мы видим вот такую вот заставку и мне нужно сделать один из этих двух танков. На самом деле я кое-что не учел и продал некоторые деревянные детали, а именно оружие. Из-за этого мне точную копию не получится сделать, но у меня остались и другие детали, с помощью которых я смогу сделать хотя бы что-то похожее. Ну то есть по строению они будут такие же, как прям на заставке, но просто немножечко будут отличаться детали. То есть не деревянные, а например металлические. То есть я случайно его только сегодня их продал, на самом деле очень сильно лоханулся. Но надеюсь то, что вы меня простите, я этот челлендж все-таки все равно смогу выполнить, потому что я специально из-за этого челленджа переходил в престиж. И у меня просто из головы вылетело, когда я начал продавать. И вот здесь вот у меня получается были деревянные оружки, и я их просто продал. Я так жестко лоханулся, я на самом деле с этим согласен. Немножечко челлендж некорректно будет выполнен, но надеюсь то, что вы мне это простите. И я все-таки выполню этот челлендж, потому что этому парню я обещал в одном из своих роликах. Так что мне нужно сдержать обещание как можно раньше, потому что не знаю сколько я еще буду идти к новому моему второму престижу. Так что лучше этот челлендж выполнить сейчас, пока что у меня хотя бы эти корпуса есть. В общем-то первая тачка, которая у меня будет, это будет получается Титан, который стоял справа, и на нем была ракетница. Так, мы наверное какую возьмем ракетницу, то у меня еще есть другие. Нет, других больше нет, так что давайте мы возьмем пожалуй вот такую. Она помощнее, и она мне больше нравится. Так, дальше, что у нас там было по колесам? По колесам у нас, ой не туда зашел, по колесам у нас получается спереди больше, ну похоже на деревянный ролик, а сзади больше похоже наверное на скутер, я думаю. Давайте сейчас посмотрим и более-менее сравним. Сзади у нас получается скутер металлический, где он, давайте мы его найдем. Ну да, скорее всего это все-таки скутер, тут как бы, ну понятно то, что больше всего все-таки это колесо похоже именно на скутер, да? Ну, наверное со мной все согласятся, так что давайте пожалуй именно его и оставим. Так, давайте хотя бы сравним с диском, нет, на диск не похоже, а на Bigfoot, на Bigfoot тоже не похоже, так что точно это у нас скутер. Спереди у нас стоит деревянный ролик, давайте мы сейчас его найдем и тоже поставим. Так, это шкивы, металлические, вот как раз последний деревянный ролик, хорошо что остался. Ну в общем-то тачка у нас готова, наша одна из двух тачек, и сейчас мы наклеим на нее какую-нибудь наклейку. К сожалению, тех наклеек мне тоже не выпадает, потому что я заметил то, что когда я перешел на Prestige, мне на такие стандартные наклейки что-то не выпадают, какие-то новенькие, которые мне до этого не выпадали. Вот, так что мы вместо наклейки, которая у нас здесь, поставим получается не вот эти вот кубики, не кости, а ну какую-нибудь другую, давайте посмотрим, какую-нибудь тоже красную, чтобы она более-менее похожа была. Ну давайте, может, вот эту розочку что-ли. Ну, не знаю, красиво вроде смотрится, давайте оставим. И мне нужно набить хотя бы одну коронку для сундука с помощью этой тачки. Не знаю, получится у меня или нет, этот челлендж реально сложный. Посмотрим, короче... Ох... Оу, щит. Посмотрим, сейчас сыграем пару игр, и если все-таки не получится, я, конечно же, могу пропускать врагов, получается, в быстром бою. И давайте я еще раз, кстати, прочитаю, я на самом деле могу пропускать бои в быстром бою или нет. На этой машине ты должен набить корону для сундука. Ну, на самом деле, он не говорит то, что нельзя не пропускать противников, так что мы, наверное, сможем и пропускать противников. Так что немножечко для нас челлендж становится легче. Вот, давайте посмотрим. Ну, этого парня мы явно победить не сможем, но давайте посмотрим. Ну нет, тут без вариантов. Ну, короче, сейчас мне, когда я сделал свою первую победу, нужно быть уже более внимательным. Ну, тачка, на самом деле, достаточно хорошо так похожа, просто ролик немножечко не похож, потому что, ну, там его по-другому немного нарисовали, вот. Вот этого парня мы, наверное, выиграем, и это наша первая победа будет, отлично. Одного парня мы убили, и мне осталось еще четверых, чтобы заработать одну коронку для сундуков. А потом мы уже перейдем к следующей тачке. Вот, для нее у меня уже, по-моему, тоже все есть. Я, по-моему, все корпуса тоже оставил. Так, этого парня мы победить не сможем. Ну, вот этого... Ну, вот этого сможем, я думаю. От одного же выстрела мы не умрем у лазера. Ну да, все отлично. Вторая победа у нас тоже есть, хорошо. Еще три. Еще три. Надо внимательно смотреть на чуваков, которых мы сможем победить, а которых нет. Так, вот с этим не знаю. Мы, наверное, на него все-таки заедем, и из-за этого проиграем. Да и по урону тоже. Тут уже зависит от того, кто раньше выстрелил. Давайте мы его просто пропустим, потому что он такой не очень интересный для нас. Вот с этим давайте попробуем. Отлично. Это смогли еще двоих. Фух. Пока что все нормально идет, и я не ошибаюсь, в прогнозировании получается ставочек, таких псевдо-ставочек. Вот. Этому мы точно проиграем. По поводу этого я не знаю, на самом деле. Но мне кажется, что за счет нейтрон меня снесет. Ну и хп у него слишком много. Вот. Так что, ну, без шансов. Так. Вот этот вот интересный. Не знаю, сможем ли мы на него заехать или нет. Но я рисковать не хочу. Эти классики. Я вообще их не очень сильно люблю. Частенько с ними бывают какие-либо проблемы. Так. Ну давайте поищем снова классика. Здесь ковшик у нас. Здесь хп слишком много. Блин, снова классика. Но здесь реверс, так что давайте все-таки попробуем, что ли. Отлично. Хорошо. Реверс сыграл нам на руку. Так что теперь у нас 4 победы. Еще одна и чистую коронку вот этой тачки. Первой тачкой от разработчика мы выполнили, получается, челлендж. Останется потом только выполнить с другим валуном, с которым, наверное, будет немного посложнее. Хотя, если честно, я не знаю. Ох ты, какой классный мне противник попался. Очень хорошо. Баланс этой игры мне сейчас очень жестко помог. Ну, конечно же, баланс это в кавычках было. Но просто бывают иногда такие моменты. Отлично. Одну коронку мы набили. И сейчас мы идем, наверное, к созданию второго танка. Потому что с одним танком мы все-таки уже выполнили челлендж. У того танка я помню то, что получается деревянный валун. Так что мы сейчас сразу перейдем к деревянным валунам и посмотрим более-менее похожие места, получается, ну, для оружия. Там что у нас? Нитро я точно помню было. Но мне нужно посмотреть сзади или спереди у него оружие. Вот. Так-так-так-так-так. Вот. Вот у нас вот эта картинка. Спереди шкив, сзади также скутер. Потом. А, здесь как-то неважно на самом деле. Здесь самое главное то, что где-то сзади сверху было нитро. А вот сама циркулярка здесь с другой стороны. Так что это особо не видно. Ну, давайте тогда ищем, чтобы расположение нитро было где-то сзади сверху. Вот. Так что давайте посмотрим. А тут-тут-тут не так, не так, не так. Ну, хотя, знаете, вот это более-менее похоже. Ой, промазал. Вот это вот более-менее похоже. Да ведь? Ну, если честно, я не знаю, там сзади или спереди стоит этот, как его... Как его называют-то? А, циркулярка, слот для оружия. Я, честно, на самом деле не знаю. Просто оно с задней стороны находится. Ну, давайте посмотрим по длине, как уж можно понять или нет. Блин, не знаю даже. Может, это где-то в центре даже, на самом деле, стоит. Ну, ладно, давайте поставим именно вот этот корпус, который все-таки поближе циркулярка. Нет, хотя я лучше этот поставлю, потому что на этом она слишком близко, мне кажется. Да ведь? Давайте немного назад промотаем и еще раз сравним их. Все-таки, мне кажется, что на вот этом корпусе она слишком близко стоит. То есть, если бы она здесь так же стояла, то, мне кажется, что она была здесь подлиннее, на самом деле, если бы она стояла так. Ну, ладно. На самом деле, честно, не знаю. Здесь гадать не будем. Выберем вот этот вот корпус И он вроде похож Хотя смотрите-ка Видите, они немного цветами отличаются И здесь цвет больше походит все-таки на тот, который У которого поближе Ладно, давайте его, в общем-то, поставим Будем уж досконально строить такую же тачку Но просто здесь у меня, я же вам еще раз повторюсь У меня проблема, получается, с оружием У меня нет их деревянных Из-за этого придется ставить именно вот такие Но ладно, поставлю уже достаточно слабую циркулярку Из всех моих, самую слабую Так что оставим ее Будет где-то наравне с Получается деревянной И потом у нас здесь стояло Получается вот такое вот нитро Металлическое Так что мы его, пожалуй, и возьмем Ну, вроде бы похоже Если бы циркулярка сзади еще стояла Было бы вообще идеально Так, теперь мы ставим скутер назад И спереди у нас будет стоять шкив Так, скутер я помощнее там возьму Он сзади где-то И шкив у нас деревянный Ставим его сюда Давить Так же все Да, шкив И потом сзади скутер Ой, я промахнулся Снова не туда нажал Ой, и снова не туда нажал Ой, дурак Так, и берем скутер Вот он И, в общем-то, тачка у нас готова Теперь можно идти в бой И смотреть И делать как бы вот эту вот Получается короночку Смотрим Первый у нас вот такой вот интересный парень Мне кажется, что его выиграть у нас все-таки получится Мы его еще так А, да Все-таки с этой сборкой Этого выступа для циркулярки просто было Капец Смотрим дальше Так, здесь у нас получается Нитро И близнецы Рисковать не буду Все-таки близнецы Так что Пожалуй Не будем рисковать Вот здесь вот у нас уже Поинтереснее Здесь у нас получается Комета И, блин Мы снова перевернулись И это на самом деле Меня не радует Потому что мы сейчас можем Из-за этого проиграть Ну да, блин Сбил я серию Конечно Ошибся с этими Кометами Капец Все-таки тяжело С этой тачкой предугадывать Потому что У всех машины По-разному сделаны Из-за этого Как бы Непонятно То она перевернется На свои Колеса То она перевернется На свой этот Как его Люк Откуда вылазит Вообще этот Котенок Так что Очень сильно непонятно И, блин Предугадывать Достаточно сложно Так Этого парня А давайте попробуем По идее Что такого-то Блин Если бы он еще На колеса приземлился Было бы вообще супер Но он, блин Обкакался Снова Эх Ладно Хотел попробовать Но все-таки Снова не предугадал Я с этим Переворотом Очень сложно Еще раз повторюсь Переворотом Очень сложно Предугадывать Этот бой Я вообще не знаю Зачем начал Здесь мы очевидно Проиграем Ну давайте посмотрим Дальше Так Здесь у нас Близнецы Пропускаем Пожалуй Здесь так же С этим парнем Можно попробовать Отлично За карту Да вы издеваетесь Что ли Что ж мы так Переворачиваемся По-бомжатскому Это очень плохо С этой тачкой Посложнее оказывается Я думал С ней наоборот Полегче будет Выполнить челлендж А тут, блин Наоборот Посложнее Потому что Не пойми Кого-то выиграешь Кого-то не выиграешь Подряд, конечно С этой тачкой Здесь, мне кажется Точно не сделаешь победы И снова мы перевернулись На Люк Класс просто Че ж так не везет-то Вот с этим парнем Давайте Нет, мне кажется Все-таки Эта игра Надо мной издевается Но этого парня Мы все равно побеждаем Хоть она даже Надо мной Снова поиздевалась Хорошо, что мы Хотя бы на колеса Свои снова встали Если что Мы могли бы Его еще и затолкать Ну ладно Все равно мы По урону его убили С этим парнем Не вижу смысла Слишком большой урон Аналогично Здесь 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 Ну тоже не хочу рисковать Также Ну не знаю Ну давайте Попробуем Отлично Сейчас самое главное Просто забить Мы его перевернули А сами не перевернулись Это меня радует Так что Вторая победа у нас есть Сейчас мы находимся На моменте того Когда мы последний раз Проиграли При самом большом количестве Побед в серии Так что Сейчас самое главное Не сглупить Снова дурацкая комета Не знаю Ну давайте Пофиг Че Ох ты ж Отлично Отлично Вот это меня радует По урону Вроде бы Мы не сильно Проседаем Так что Давай-ка Пожалуйста Выиграй Отлично Хух Пронесло Три победы у нас есть И это хорошо Сейчас у нас Рекорд На этой тачке Так что Самое главное Сейчас не затупить Блин Здесь близнецы Циркулярка Ну давайте Попробуем Должны все-таки Ну да Конечно Перевернулись Блин Ну попробуем Давайте Отлично У нас переворачивает Блин 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 Ух Рекорд на свой сбили Факин щит Придется заново Набивать Че поделаешь Что-то слишком Сильно не везет Ну здесь я пожалуй Сразу проиграю Лень мне выходить Был бы быстрее проиграть Вот Смотрим дальше Так Ну давайте с этим Попробуем Луноход здесь Мы на нем Чаще всего Застреваем Так что Это неплохо Ну блин Не знаю Все-таки Очень тяжело С этой тачкой Предугадать Когда я выиграю Когда нет Из-за этого На самом деле Очень сильно Затягивается челлендж Вот только Из-за этой тачки Так бы мы его На самом деле Спокойненько бы Выполнили Ну я заметил то Что чаще всего Именно с катерами Чаще всего Именно с катерами Я проигрываю Так что Буду с ними Поаккуратней Пожалуй Снова сейчас У меня затолкает Смотрим Получается Катера Кометы С ними нужно Быть поаккуратней Ну и титаны Естественно Против прыгунов Таких тоже Не очень классно Играю Давайте с этим Попробуем Может он как-нибудь Там перевернется А нет Все-таки Я уже думал Он перелетит Как-нибудь нас И благодаря этому Мы сможем победить Но не срослось С луноходом Вот можно С ним у меня Нормально получается Ну что-то Не в этот раз Конечно Но все равно Надеюсь получится Хотя по урону Смотрите-ка Он меня обгоняет Но один удар Я вроде бы раньше нанес Так что мы его выигрываем Отлично Еще одна победа Очень-очень хорошо Ну не еще одна Это первая на самом деле Мы уже Тысячу раз сбивали Но этот на месте стоит Так что если мы даже Перевернемся Мы урон ему спокойно Сможем наносить Да мы его еще Толкать начали Отлично Две победы в серии Пока что Движемся нормально И надеюсь То что сейчас Мы все-таки Победы мои Вот эти не профукаем Вот с этим Давайте попробуем Тоже интересный Противник такой Странный Так нас классно Остановил Что благодаря этому Мы его выиграем Отличненько Еще одна победа И у нас уже три Сейчас держимся На рекорде И мне нужно Как бы Сейчас только Не профукаться Самое главное Так у этого Реверс Так что неплохо Давайте попробуем С реверсом Для меня нормально Он Нас Ну нормально так Не перевернулись Мы получается Благодаря тому Что он Отъехал Назад Осталась Одна победа Сейчас Самое главное Не сглупить Буду выбирать Очень тщательно Противника Потому что Самое главное Не сглупить Вот с этим парнем Я думаю Можно Отлично Все ребята Челлендж мы Выполнили Наконец-таки Мы смогли Этим валуном Заработать Коронку Если честно Из-за этого Валуна Действительно Очень сильно Так задержался Этот челлендж Я бы его Выполнил Еще раньше Но Все-таки Эти прогуны Они такие Непредсказуемые Так что Немножечко Затянулся Челлендж Ну надеюсь То что вам Этот челлендж Понравился На самом деле Он под моим Роликом С челленджами Набрал Самое большое Количество лайков Практически 150 И из-за этого Я решил взять Этот челлендж Плюс он Достаточно Оригинальный Как бы И я обещал Его так же Выполнить И считаю То что Обещание Своё сдержал Я его Выполнил Были небольшие Недостатки С этими Деревянными Оружиями Я их Случайно Чисто Продал Но Еще с наклейками Конечно Но блин Наклейки Мне что-то Такие Не выпадают Специально Ради этого Челленджа Я переходил В престиж Старался Как можно Быстрее Там Мгновенные Этапы Последние Даже Переходил Вот Достаточно Много Ну вот Этого Золота Тратил Продавал Детальки Все только Ради этого Челленджа Потому что Мне Вот два Последних Челленджа Которые Вы на канале Видите Они мне Очень сильно Понравились И только Ради них Я пытался Как можно Скорее Перейти В престиж И начать Игру Заново Но блин Я совсем Забыл С этими Деревянными Деталями И вот Просто Сглупил Так бы Все было Просто Ну Чистейше Честно То есть Без Каких Либо Поблашек Мы бы Все Сделали Один В один И Было бы На самом деле Покруче Но Все-таки Не получилось Потому что Я затупил С этими Деревянными Детальками Ну Ладно Не будем Об этом Ролик И так Уже Получился Практически На 18 Минут Ну Наверное Сейчас Пока Буду Прощаться На 18 И получится Ладно В общем То Ребят Не забывайте Подписываться На мой Канал Подписываться На группу Вконтакте Ставить Лайки Нажимайте На колокольчик Пишите Комментарии Со своими Интересными Челленджами Обязательно Все прочитаю И самый классный Возьму Следующий Ролик Всем огромное Спасибо Удачи И пока Пока